По данным телескопа НАСА, то есть это не просто придуманные цифры, то, что одевать надо, как некоторые там золото, бриллианты или красный цвет, можно спроецировать западную астрологию как раз на движение Юпитера. Если вы будете вдаваться в подробности, большинство российских астрологов, профессиональных, это математики и физики. То есть, например, первое образовательное учреждение в России, которое было создано в 92-м году, его открыл Левин. Это математик, преподаватель вуза именно в области математики. И если перечислять каких-то других специалистов, это все физики, математики, астрономы, есть медики. То есть большинство профессиональной астрологической общественности, действительно, которая профессиональная, это представители ученые, собственно. И если вдаваться в историю астрологии, то это абсолютно неудивительно. Ницше, Лейбниц, например, Марха Ям. Ну, собственно, там есть и математики, есть и философы, Геотте. Есть психологи, собственно, у Юнга есть тоже моменты, связанные с астрологией. То же самое, учение о темпераментах. Вот, поэтому это неудивительно. Астрология самая точная и математичная из всех предсказательных наук. Людей всегда интересовало будущее. Ну, и меня в том числе, да, что там у нас в перспективе или впереди. И астрология дает возможность это нащупать именно каким-то математическим таким вот способом. То есть, как некоторые, так вот, когда к нам приходят, говорят, расклад не поменяется. Расклад не меняется. То есть, расчеты, цифры движения планет, оно рассчитано. И, например, справочники, по которым мы работаем, они составлены, эфемериды, да, называются справочники. По данным телескопа НАСА, то есть, это не просто придуманы цифры. И поэтому для меня это абсолютно закономерно. 24-й год, он примечателен тем, что Юпитер меняет знак. До этого Юпитер был у нас в Тельце в 23-м году. Сейчас в 24-м будет переходить Близнецы. Надо сказать, что это не очень комфортная позиция для этой планеты. Юпитер отвечает за богатство, за денежные, да, тоже потоки в массах. И Близнец, это знак очень неустойчивый. Поэтому на фоне этого перехода мы ждем, конечно, неустойчивости финансовой мировой системы. Когда Юпитер в слабых позициях, обычно это ощущается как кризисность и бедность, потому что планета богатства в слабой позиции. Вот, обычно это ощущается именно таким образом. Ну, сейчас оно не должно чувствоваться прям совсем как в Деве, когда все поджали пояса. Вот, потому что это знак вообще экономности. Но неустойчивость, как минимум, да, она здесь есть. А, кстати, вот периоды пребывания Плутона в каком-либо знаке, они всегда 20 лет? Нет, Плутон проходит зодиакальный круг за 250 лет. И каждый знак, он движется с разной скоростью. Плутон, это одна из планет, которая расположена дальше всего от Земли, от Солнца. Вот, для сравнения, он был открыт в 1930 году. То есть, ну, относительно это не так давно. То есть, многие планеты были известны до нашей эры, да. А здесь 1930 год. И он в разных знаках движется, в общем, с разной скоростью. То есть, например, в Козерога он заходил, до Водолея, у нас идет Козерог, да, в Козерога заходил в районе 2009 года. И вот в 23-м выходит. То есть, мы понимаем, что это не 20 лет, да. Тенденция такая, что знаки от весов и до стрельца он проходит быстро. Там 13 лет, например, в Скорпионе был он 13 лет в году перестройки. А потом Овен, Телец, Близнецы, там, наоборот, до 30 лет может двигаться. То есть, от 13 до 32 лет его движение по знакам. Ну, сейчас 20 получается. Собственные тенденции, которые у нас заложены в предшествующие годы, 22-23 год, они продолжают иметь место быть. Нельзя сказать, что 24-й год прекращает какие-то политические эти перипетии или войны. Нет, это все будет продолжаться. Более того, во второй половине года, если бы точно с осени, можно ожидать даже усиления мировых конфликтов или обострения таких затушек, притихших мировых конфликтов. Здесь сложно говорить о регионах мира, где это будет включено. Но Россия, как крупная мировая держава, однозначно не может остаться в стороне. И мы однозначно будем задействованы в этих процессах. И особенно с октября наблюдается конфликтное взаимодействие планет, что очень часто приводит, например, к повторным мобилизациям. Где они были, в том числе, в нашей стране, может быть. И, естественно, усиление мировых конфликтов. Поэтому на первое полугодие мы можем ожидать, что что-то как-то так притихло или чуть-чуть отошло на задний план, например, в новостях. Но это ненадолго. То есть ничего не ушло еще. И даже можно говорить на перспективы, что 25-й год может показать еще более острые конфликтные ситуации в мире. И в этом году примечательно еще то, что одна из планет, Нептун, которая отвечает за духовные, религиозные ценности, она приближается к смене знака. Ну, официально знак будет меняться в 25-м году. И это все о чем? Это все о том, что в предшествующие годы, с 2010 года, все-таки мир был как-то повернут в сторону духовных каких-то ценностей, ориентиров. С одной стороны, это привело к распространению психологов, каких-то эзотериков. С другой стороны, это привело где-то к развитию благотворительности, ну, какой-то такой чувствительности, сопереживанию в мире. Так вот, с переходом этой планеты постепенно в 24-й, 25-й год тенденция меняется таким образом, что меньше становится вот этой всей душевности, да, меньше лояльности, меньше толерантности, меньше какой-то гибкости и больше конфликтности на фоне именно религиозных каких-то вопросов, духовных вопросов. Да, и поэтому, плюс ко всему, мы можем говорить о том, что в середине 24-го и потом в продолжении 25-й обострение, да, конфликтов между разными духовными течениями в мире, да, этот момент, он будет наблюдаться, и это не только тенденция 24-го года, да, но и 25-й год. Какой-то стабильности мы можем говорить не раньше 27-го года, не раньше 27-го года, а до этого живем короткими перебежками, а живем просто там настоящим, живем короткими какими-то планами, долгосрочные планы на данном этапе очень сложно строить. Вот, в этом году еще одна из планет, которая отвечает за власть, влияние, да, мировое какое-то господство, она меняет знак, вот многие, кто вообще интересуется астрологией, знают, что есть такая планета Плутон, она как раз отвечает за власть и влияние в мире. И в 24-м году он стал меняться, тоже знак, в 23-м, да, переходит в водолея, в 23-м году эта тенденция уже началась, и в 24-м году такой окончательный уже, как бы, переход, вот, и будет, в ноябре финишная, да, финишная такая точка, и будет он находиться в водолея до 44-го года, то есть довольно долго, и это все о чем? Это все о том, что меняется, конечно, глобальная политическая система. В период развития мира англичане там, да, переплыли в Америку, стали там колонизаторами, вот, и как таковую государственность, как таковое государство образовалось как раз на этом фоне. Соответственно, крупные мировые европейские державы, они в этом плане подвинулись в плане своей власти и влияния, и, получается, отдали такой довольно крупный кусок земли. И, конечно, вслед за образованием государства образовалась новая мировая валюта, это доллар, да, доллар. Ну, это происходило не сразу, то есть переход планеты стал ознаменовывать, да, вот, рождение нового государства, а потом, естественно, впоследствии и валюта появилась. Здесь мы ждем примерно таких же тенденций, то есть передел площадей, так скажем, да, границ мира, да, территорий. И, ну, многие говорят о том, что в то время Европа, соответственно, да, она подвинулась, и в это время тоже, соответственно, многие ожидают то, что Европа однозначно это затронет. Вопрос, вот, до какой степени как будет меняться территория. Понятно, что на земле уже открывать нечего, и тут уже, как говорится, новое государство можно образовывать, только меняя границы, ну, те государства, которые сейчас есть, да, меняя союзы, меняя, да, какие-то объединения, вот водолеи это знак дружбы, это знак такого единства, и поэтому можем говорить о том, что мировые союзы, они будут меняться. Кто с кем дружит, да, может раздружиться и начать дружить с другими странами. Ну, и, конечно, на протяжении всего этого мы ждем смены, ну, как бы, политического такого курса крупных мировых лидеров, да, ну, вообще ждем смены мировых лидеров за период движения Плутона. Водолея это однозначно должно, да, состояться. Плутон будет проходить по Солнцу у водолеев, это, конечно, будет приводить к изменению уверенности в себе, изменению личных амбиций, но это не значит, что для водолеев все плохо. Плутон такая планета, которая, с одной стороны, создает кризис, а с другой стороны, человек-существо живучее. И в периоды кризисов как раз происходит мобилизация, мобилизация тех ресурсов, которые ранее не были задействованы, вот, как бы, жить по-старому невозможно, нужно жить по-новому, нужно вскрывать в себе, да, какие-то новые лидерские качества, да, нужно начинать себя лучше осознавать. Вообще, надо сказать, что всем водолеям, да, не хватает акцента на себе, акцента на себе. А водолеи склонны как-то больше растворяться в группе, что и как у других в группе, и вот этого здорового акцента на себе как раз проход Плутон может добавить. Прежде всего, приходит разобраться, да, вот, в том, что происходит в жизни сейчас. Взрослые люди, как правило, ориентированы, конечно, на прогнозы, на то, что происходит сейчас, прям конкретные запросы, что сейчас там в работе, почему оно так, там, ожидать ли какие-то изменения, менять ли, например, там, работу. Что, ну, обычные житейские вопросы, как пройдут суды, нужно ли нам открывать, не знаю, какие-то новые счета, что со здоровьем, может ли быть ухудшение, улучшение. Про личную жизнь тоже приходят, и тоже спрашивают, да, почему складывается. Вот топ запросы, наверное, да, личная жизнь, деньги, работа, здоровье, ну, три топ запроса. По детским картам, естественно, все приходят к вопросу профориентации, меняют ли школу, отношения с родителями, сделают ли акцент на спорте, там, или на учебе. Ну, во-первых, если человек как-то, да, устрашает и говорит, может быть, фатально. В астрологии нет такого, что все предрешено, и все очень жестко, когда кто-то вещает, что если вы так не поступите, то жизнь вся пойдет крахом, например, да, вот такие жесткие формулировки, они, ну, пожалуй, да, говорят о том, что человек запугивает, может быть, зачастую, особенно если поднимается вопрос смерти. Это вообще табу в консультационной деятельности, вот, очень аккуратно нужно, даже если мы видим что-то кризисное в прогнозах, очень аккуратно мы говорим о здоровье своем, близких, или очень аккуратно можем говорить о том, что с осторожностью водите машину, например, да, если там показатель аварийности. Так вот, если человек говорит о том, что все точно, там, кто-то умрет, это однозначно непрофессионализм, вот, это однозначно. Потом, если называют только прям одну какую-то конкретную дату, на самом деле в астрологии все не одной конкретной датой решается, вот, и мы даже сейчас о прогнозах говорили, это какие-то периоды, это периоды, это интервалы, или мы можем говорить о том, что вот у нас есть какая-то возможность, там, в 23-м году, потом еще в 24-м, то есть несколько этапов человеку даются для того, чтобы что-то реализовать. Это показатель того, что, ну, все на правильном пути, да, вот, вот, наверное, так, ну, и обязательно должен быть расчет, если человек ничего не считает, на основании чего он делает выводы, да, то есть расчет нужно обязательно, чтобы у вас запросили данные. Данные серьезные, мы запрашиваем данные заранее, чтобы заранее посчитать, прям вот так вот сразу, ну, что-то можно посмотреть сразу, но это будет более поверхностный взгляд. Смена вот этих вот, да, периодов, год дракона, год крысы, год кролика идет каждые 12 лет, да, то есть год дракона наступает каждые 12 лет. У нас в западной астрологии планеты, которые имеют аналогичный цикл, это Юпитер, он тоже бывает в одном знаке каждые 12 лет. И, например, то, что я сказала сейчас про вхождение в Близнецы в этом году, это было 12 лет назад, 24 года назад, там, да, ну, потом, соответственно, 36, 48 и так далее. Поэтому здесь определенное пересечение есть, потому что, ну, тенденция, да, не меняется, Юпитер заходит в Близнецы, и это создает, с одной стороны, такую мобильность, да. Ну, я никак не могу прокомментировать самого дракона, да, просто вот в таком, то, что одевать надо, как некоторые, там, золото, бриллианты или красный цвет. На обычной астрологии? Да, в западной астрологии это просто, ну, вообще, 1 января, 31 декабря это обычный день. Ну, вот, единственное, кстати, вот на этот момент загадывание желаний может влиять только лишь настрой человека. Вот представьте, мы в хорошей компании, все хорошо настроены, да, и все загадывают желания, и вот этот вот настрой, который есть, только он, пожалуй, влияет, а не, не само 31 число. Если мы также будем собираться другой какой-то день и также вот настраиваться, то это будет иметь не меньший результат. Так вот, если говорить про Юпитер в Близнецах, то, ну, это мобильность, это больше, да, каких-то перемещений, передвижений, могут меняться, кстати, визовые вопросы, да, куда нас пускают, куда нас не пускают, какие-то страны открываются, какие-то нет, вот, но больше внимания к учебе, к образовательным процессам. Поскольку стоит отметить, что астрология не считается наукой в России, то есть официально она не входит в реестр наук, и чтобы заниматься у нас консультационной какой-то деятельностью или преподавательской, я специально получала психолого-педагогическое образование, то есть, ну, чтобы, естественно, иметь возможность работать с людьми. Если вы будете вдаваться в подробности, большинство российских астрологов профессиональных — это математики и физики. То есть, например, первое образовательное учреждение в России, которое было создано в 92-м году, его открыл Левин. Левин — это математик, преподаватель вуза именно в области математики. Родилась я в Самаре, и я вообще получила высшее образование в нашем Казанском государственном университете по специальности химия, то есть у меня образование первое — это химия. Вот, а потом так жизнь сложилась, да, что химия не так долго проработала, и я училась астрологии. С 2009 года, собственно, я занимаюсь астрологией и консультирую, преподаю, да, в нашем астрологическом центре, собственно, у нас в Казани, можно сказать, единственный центр. До 2009 года вот у меня высшее химическое образование, то есть я поработала, да, в Казанский государственный университет, я закончила химический факультет химии. — Непосредственно после получения образования? — Я занималась сначала химией, то есть непосредственно, да, ну, то есть если там вдаваться в подробности, то в свое время я жила в Нижнекамске, у меня родители жили там, и поэтому химия и из химии, естественно, да, вот. Ну, восприятие было такое, что это хорошо, здорово, это перспективно, ну, и поэтому вот я училась химии. Ну, я химию и так продолжаю любить, как бы я привержене всех точных наук, химия, математика, там, физика, математика — это вообще второе, наверное, астрология, математика — это такие основные ценные знания для меня. Музыка Музыка